Бог создал Сочи, а чёрт сковородиной и могучий Эти места создал тоже, чёрт видать, минус 37 В общем, выехали мы, к ночи ближе, погодку хотите? Вот такая погодка Просто жопа какая-то, извините за мой французский, я даже вот этот автобус обогнать не могу, я просто не вижу Вильнёт он, хватит мне, не хватит, ну давайте попробуем А, это не автобус, это фура, я даже не вижу, что едет Вот такая вот начало поездки, это мы только-только из Владивостока выехали Вот автовоз уже едет, а его я точно не могу обогнать, у него ночь какая-то, налево смотрим Или могу, ну давайте попробуем опять же Потихонечку, помаленечку Как хорошо, что мы на полном приводе на двухмашинах На заправке остановились на десять минут На капоте пять сантиметров снега Привет, Владивосток Ну что, погнали дальше, приключения начинаются В общем, чем дальше, тем хуже А, мне вон машина уже написала, что радар заблокирован Радар ничего не видит А, ассистент по полосам тоже ничего не видит Так, ближний Как хоть видно-то лучше, да не, на дальнем чуть лучше, на камере только хуже Встречка пошла Ну, уже, короче, на дороге сугробы Я уже еду, чую, я еду по сугробу Просто 4ВД нам в этот раз Очень сильно на старте помогло Я не знаю, как тут сейчас на 2ВД выезжать вообще А если на сцепке Это так себе занятие Прочистит это завтра, после завтра В целом едем, в целом норм Тачки подходящие 4ВД ролят Чё-то печалька при подъезде к Уссурийску Фуры стоят Предвестник беды Впереди Вижу моргающую аварийку Видать там авария Будем посмотреть Так, ну вот, подъехал ближе Что-то тут неладно Похоже, конец пути, блин Хотя, пока, вон, машины легковые объезжают Фуры стоят Значит, сзади Хуй, говорю, сзади, спереди Какое-то препятствие Они точно знают, что они не заедут Хотя, вот этот просто здесь не заехал Он задом, видимо, пытается копать Копает сугроб Ага, вот у нас и затор Что у нас здесь? Здесь, похоже, мы приехали Больше часа едем до Уссурийска Уже, наверное, часа полтора А еще до Уссурийска Еще там несколько километров Какая печалька Вот фура стоит, копает Копает, копает Копает, но вообще не движется Этот тоже не может подняться Этот даже не копает уже Уже отчаялся А вот, видать То ли колесная формула То ли резина Опа, и поехал Молодец В целом, возможно Проблемы И не получилось Поехали Теперь пришлось свернуть В город Уссурийск Объездной аварии Полиция не пускает Говорит, езжайте через город Поедем через город Так, вчера Друг напротив друга встали По этой трассе Мудачье есть Колеса режут Чтобы потом Воспользоваться моментом И как-то через Открытую дверь Из-под тишка У занятого водителя Уже своровать Баблишку Дальние ренчанцы Так Вставай, бомжары элитные Кубри Что вы хотите мне сказать? Вы проснулись? Да хочу посмотреть, как ты тут устроился Ну так все В Альфарке лучше Тоже говорят, в Альфарке лучше Как утро? Да, место тоже, конечно Да, 4 телевизора Да, 4 телевизора Сколько посмотрел вчера? 1, 2, 3, 4 Ну вчера сколько смотрел ночью? 0 Ага, понятно Практичность машины тоже не зашкаливает Время почти 12 Все очень неоптимально Ну, пока целый день готовились Мы здесь выехали только в 9 вечера Вот 3 часа ночи Дальнереченск Сквозь непогоду Следы непогоды Пороги просто все Грязи Снегу Это мы проехали Даже еще 500 километров не проехали Машины были чистые Прикол нашел В Мохаве Оп А у меня тут Отблю Я даже об этом и не знал Повезло Нашел На панели Индикатор Индикатор Отблю Показывает Что 3 четвертых Бачка Есть Посмотрим Хватит ли это До Москвы Ну, если не хватит По крайней мере Буду смотреть За состоянием Этого Отблю Антигель У меня есть Для топлива А что делать с отблю Если оно будет подмерзать Я не знаю Машина по идее Без отблю не поедет Ну, будем посмотреть Что есть дизель зимой И с чем его есть Доехали до Лучегорска От Дальнереченска до Лучегорска Лед был Машины в кювете На дороге На дороге авария Фура догнала Джип Здесь уже посыпано Там не успели И случились коллизии Кстати, тонированный лобовик Реклама По всей пленке Везде такие лейбы У меня не только лобовик У меня вообще все тонировано В хлам Как-то так Еще хоть с фокусировкой О, сфокусировалась Лучегорск Там, кстати, после вот этой дамбы Или не знаю как это назвать Напротив труб Заправка ННК будет справа И после заправки всегда стоят менты Я, наверное, привлекаю внимание В тонированной будке сильно Спрятался вот за автовоз В районе заправки Прямо к нему сильно прижмусь И чтоб они Мозг не махали С тонировкой в круг, блин Что ты тут такой Лучегорский нарядный Не было никого И так бы проехали Без пряток Но Перебдеть Это не недобдеть Ниже среднего Метеоусловия Надо теперь Санька догнать Говорю ему Прячься за одной Фурой Я спрячусь за другой Хе-хе-хе Чтобы Время не терять Они Тут Злостные Лучегорские Красоты Заканчивающегося Приморья Скоро Хабаровский край Направку заправлялись одновременно У меня Больше чем пол бака У Санька Одна четвертая Что-то там кашалотик Кушает хорошо Стекло грязное Кстати, ассистенты отключились опять Сегодня опять идем не осень То снег, то лед 80 70 Так продолжается уже давно Обычно наоборот от Владивостока там до Хабаровска Быстренько проскочил Сегодня тоже Не очень быстро идем Снег, лед Сейчас вот Так себе покрытие Довольно скользкая Скорость 90 Это сейчас А так местами 60-70 Как-то так Сегодня хотим Доехать До Новобурейского Такие планы И лечь пораньше Нормализовать Наконец-то режим Труда и отдыха Смотрите, диодные фары какие Оп, это ближний Дальний Видно очень хорошо Высокие диодные фары Какой-то привет случился Непонятно Фуры стоят Легковуха вроде проезжает Разъехаться со встречкой можем Потихонечку Потихонечку поползем Смотреть, что там случилось Скорее всего Обледенелый подъем Прогнозирую так Либо спуститься Либо подняться не могут Вот фура стоит Видимо и вниз Сейчас Не идет Внизу Внизу значит каток Что у нас внизу Непонятно пока Но будем Пробираться очень осторожно Ну да Лед Сейчас попробую тормозами Да и вроде схватают тормоза И крутой поворот Здесь фура должна снизить скорость достаточно Сильно И видимо не вывозит Дальше в подъем Ага Вон там как раз Стоит Одна точно не поднялась И еще кто-то там моргает Пока не видно Пока не видно Ох Прям газу прибавляю Машина шлифует Тут Со сцепкой Было бы Вообще не весело Да не могут Забраться Живой лед на подъеме Здесь если на сцепке остановиться Будешь ждать Весны пока растает На полном приводе На полном приводе Довольно легко трогаешься Санек сзади На лексусе тоже не обламывается А здесь кто-то раскорячился вообще Хотел видимо На скорости Что ли Сломало его Да Дорога наклоняется влево И фуру поломало Ту-ду-ду Ту-ду-ду А здесь как раз уже Скорая помощь с песком Песка На бок Не получить Оп Побыстрее Все Все И здесь Тоже Очередь Ну все Они все встали Они уже Не смогут Скорее всего Подняться Ну вот эти еще Нормально здесь Вершина подъема А те кто стоят ниже Они вряд ли стартанут Просто ледяное царство И это мы еще только в еврейской автономной области Проехали Биробиджан На объездной Даже не на объездной там На боковой Все забываю как назвать их дороги В столовой там заезжаем Улицу до сих пор запомнить не могу Поели в кафе И здесь у Коляна Не стали останавливаться уже Животы полные На Новоборейском там уже остановимся С утра позавтракаем Вечером что-нибудь съедим Что с собой есть Там тоже спускаться не решается Такие чудеса на виражах Так там тут ползет Кого-то обходит Легковуха На аварийке Но едет С обочины чуть По обочине едет Хитрит Загребает Снегом И за счет снега поднимается Молодец Молодец Лайфхаки знает Так Здесь Идет на помощь Видимо Уже Урал сразу Сейчас будет Скорее всего Лебедка Кого-то таскать А все Здесь только на аварийку вставать И ждать Расслабиться Пока все это пройдет Ну если ты на фуре Бороться с этим бесполезно Ничего не сделать Только ждать Надеяться и верить Нажимаю Прямо АБСК Прямо трещит Нажимаю На газ Стабилизация Не дает Сильно казанутие Тормоза Прямо сразу Трещит Трещит И дальше Фуры все стоят Перед подъемом Опять же Ждут Потому что если они уже Сюда попадают Здесь уже Только Не знаю Назад сдавать Буксовать Топить дорогу Часами Под собой Ждать когда посыпят На разгон На разгон оставил себе На уклоне Все уже за ним стоят Тоже ждут Когда все закончится Ну вот что тут дальше Снимайте Тут все уже понятно Сколько Сколько тут только километров Этой пробки Из фур Это непонятно Дождутся Поедут Что делать Подъезжаем к Новобурейскому Минус 22 Не знаю Надо смотреть прогноз погоды Потому что же пора антигель Подливать топливо Вот в раздумьях Новобурейский Ночью По прогнозу Минус 29 Что делать Плеснуть антигель Не плеснуть антигель Топливо Говорят Минус 37 Кстати сколько у нас 61,88 Стоимость дизельного топлива Ого-го Нормаз Ну расход радует Расход 9 литров Для такого Монстра 9 литров На полном приводе Это конечно сказка Подлил Половинку Дальше посмотрел Там до минус 40 Завтра Сразу начну чуть подливать 40 Уже страшно Хорош на сегодня Да? Так точно Я думаю ты фоткаешь Вот так в Киа просыпаешься Как на верхней полке в поезде Потому что Там вот так С добрым утром Такой вот ночлег Санька как всегда будить Ху-ху Хватит спать Вот здесь Поставил чмодан Чтобы хоть как-то вот эту ступеньку сгладить Вот здесь Рюкзак Такая верхняя полка Дорога сегодня получше На круизе еду Прекрасно Проекцию видно Вообще не видно Нет наверное не видно На лобовой проекции На видео Выставил Круиз Дальность Ну единственное что сам Рулем кручу Разметку к полосам Не включаю Потому как она мне кажется Не очень надежная Какие-то Снежные полосы Мало ли Датчик примет Куда-нибудь рванет Не знаю страшно как-то Все эти ассистенты наводят страх Рукой как-то надежнее Главный сюрприз С мочевиной Но она у меня Есть и скорее Конечно вообще Беда На заправках спрашиваем Ее нету Ну где-нибудь по пути купим Расход не сильно большой Было где-то 3 четвертых Вот за Около тысячи Полторы там километров Сколько я даже что-то не замерял Сколько мы проехали Ну в общем приемлемый расход До цивилизации точно хватит Вот это ни хера себе А, покрышку жгут что ли Перегружаются, я думаю горит Пожрали Пожрали, помылись в Шимановске За бортом у нас Ну, тут сейчас неправильно показывают Наверное Минус двадцать Там все замотано Двигатель Теплый стоял Напарило все это На ходу показывало Минус двадцать два Может минус двадцать пять Сегодня остановка будет В районе Урюма На нефтемаркете На маяке На маяке, ребята Яндекс показывает Сегодня минус тридцать восемь Буду лить однозначно антигель на ночь Дабы Не проснуться замерзшим В прямом смысле Или не проснуться Ну в общем антигель нужен Так Ну тут я уже показывал Что у меня как Очень тесно После Альфарда Завернул в принципе комфортно Переключу вот так Чтобы было лучше видно Пока Санек там что-то делает И застрял Черный потолок Все очень хорошо смотрится Есть вопросы конечно По изготовлению панели Почему это не кожа какая-то А почему это имитация какая-то Пластиковая Ну выглядит вроде нормально Руль Такая же кожа как на Киаре Запах такой же в салоне Кожа сидушек конечно хорошая Все такое приятное Я на подушке сижу Поприятнее Все в USB в машине И всегда эконом включается Я переключаю на сноу Дорога обледенелая А тут автохолд есть кстати Тоже полезный Можно на пониженную переключить Подогрев руля с этой кожей я вообще не рекомендую На этой машине использовать Ну датчики парковки Камера когда начинаешь ехать она не работает Потому что там поролоном все залеплено Здесь в принципе наверное все стандартно для современной Киа Такие же клавиши практически Ну здесь вот такой металл Здесь дерево Не знаю дерево это не дерево Ну что-то похожее на дерево Наверное пластик Ну шершавенький Приятный вроде такой на ощупь Тут тоже имитация кожи Музыка Телефон Здесь все самое интересное начинается Удержание в полосе Поддержание дистанции Круиз Тут всякой много информации Самая главная информация которая мне оказалась нужна Это после того как я узнал Что здесь есть мочевина Мочевина у меня пока достаточно Что будет когда кончится мочевина Говорят машина встанет Это будет плохо Вот А тут еще вентиляция жопы Подогрев жопы И там беспроводная зарядка для айфона Есть вот здесь площадка Проверил и работает на чехол приходится снимать Вот так что В целом машинка прикольная Ну я бы сказал она такая нишевая То есть для конкретного человека То есть человек должен хотеть именно такую машину Потому что в этом все таки ценовом сегменте Можно поковыряться и Разные машины посмотреть Поэтому Скажем так На истинного любителя Я еду С датчиками давления постоянно Что включенными Они при движении только активируются Потому что Нету запасного колеса Это я узнал только по приходу машины И нету его именно Не то что его стащили Его с завода нету Там даже крепления под запаску нету Корейский вариант такой Почему то ниша есть Снизу А самой запаски нету Вот такой сюрприз Ну хорошо мы едем С Лексусом И у Лексуса есть Запаска И даже если у нас одновременно случится проблема То Лексус поставит запаску И съездит мне колесо отремонтировать То есть Спросите почему я не купил Запасной диск А его нету в Владивостоке По этим параметрам диска нету Колеса вообще невозможно найти Вот такой сюрприз Так что все едем Едем Вот уже поехали И Минус 18 сразу на спидометре На самом деле там минус 20 с чем-то По факту даже не знаю сколько Потому что всегда это укрывание Оно Сразу сбивает датчик температуры Он неправильно показывает Здесь еще есть полезная такая Наверное полезная Где эта штука была Где ж она А о Как у нас Распределяется момент по колесам Пустили гастом Ну если он вдруг разный Шкалы будут показывать по-разному Но это будет видно на Таких пересеченных Наверное больших местностях Где не просто ровная прямая дорога Здесь одинаковые столбики сейчас Все Все Ладно едем Что интересное будет Покажу Суровая чистка Ёхта Как хоть обогнать день Длиннее Чистильщик Заправляемся тут За Байкальском крае 75.90 дизель Сейчас я покажу ребята Как выглядит сцепка Жесткая по-взрослому Это тягач А это фура А мы как Лохи Легковые сцепки Таскаем Так надо работать Что-то маяка 150 километров Минус 35 Уже рисует Морда закрыта Возможно все минус 37 Минус 38 Последний раз заправлялся дизелем Минус 32 Сказали на заправке Температура замерзания И залил антигеля Полет нормальный Надо отдать должное дизелю Минус 35 показывает По факту скорее всего Еще ниже температура Я сижу Как всегда в майке Ботиночки у меня как всегда Сняты Кроссовочки стоят Там на пакетике Вот А скорость Больше соточки И нормально Морда не выни Комфортная температура Кстати Кстати про температуру Тут вот такая фигушка какая-то есть Я так подозреваю Что это Ой Забайкальский край дороги Такая вот фигушка Скорее всего это температуры Двух уголов И они были когда Потеплее Были там 86 87 Так на минус 35 Падает бывает на 70 с чем-то Но все равно хватает Норм идем Прошло еще немного времени Минус 37 Идем по приборам До маяка Уже меньше сотки Машина предлагает Выпить кофейку Наверно потому что Минус 37 Говорит Замахали вы меня Попейте кофе Где-то на краю земли Кстати Мелькало сейчас только Минус 38 Это на градус потеплело Так Мы ставим новые и новые рекорды Минус 39 Ну что минус 40 то будет или Становимся Как-то Я имею ввиду по температуре Становимся это плохо Доехали до маяка На маяке 37 Но еще не утро Под утро скорее всего будет 39.40 Судя по прогнозам Цена дизеля Смотрим А ну такая же Как на нефтемаркете на первом была 75.70 Ребята Кому там в Москве бензин дорогой 75.70 Ой Не видно Вот так Теперь видно хорошо Запомните эту цифру Саня, а что у тебя в бутылочке? Самогоночка Горвиглаз Маяковская Маяковская От самого Маяковского Маяк, да? Новый день Маяк Минус 37 Все как обычно Саняка надо будить Носок Носок там подвели Вроде проснулся Это не точная информация Улыбочку Вставай в 11 часов Ты мылся у нас, а? Какие мылся? Я только встал Молодец, стирайся Музыка 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 Велкам в Задбайкалье Задбайкалье Длинный край Музыка Осталась Одна Завана Пальцы В рот Да Веселый Смир Задавь Задавь Дружбе Прокатилась Дурная Слава Что Пахат Никак И Сказали Ах, какая Смешная Потеря Много Жизни Смешных Потерь Стыдно мне Что от Бога Не верю Говори-ка мне Что не верю Теперь Наконец-то Раз Нефть Что У нас тут С ценой На Дизель Смотрим Как тут Заправиться Позь Грузовики 6450 уже уже как-то не семьдесят там 576 рублей уже полегче потихоньку подъезжаем к читагу обожрались позами в поздний поехали в сторону иркутска думаю до улан-удэ мы все не доедем должны погнали на улан-удэ время 11 вечера минус 21 за бортом и мы добрались до бурятии мухаршибарский район ночи на маленький где-то в темноте добрались до воду д сейчас на стояночку многим знакомая стоянка поверните направо во двор а затем поверните направо тут сегодня он шлаг что призадумался ты мажор на лексусе бомжа бомжа ты мажор на лексусе ты че призадумался хрень умер ништяк 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 сходили в баньку съемок изнутри нет не надеетесь за стоянку содрали как всегда по 50 рублей сейчас пойдем пожрем и спать завтра тыщенку опять мотануть надо хотя бы на расслабоне прям аншлаг вот варьи да там целый ряд на каком хе едем то вот два лоха два люксовых лоха вот люди по классике ездят нормальные и мы в этот раз так так вот начинается новый день поздно конечно ну и легли соответствующе но ситуация с лексусом та же самая его надо будить почему то я просыпаюсь всегда первый вот так это все выглядит суровой зимой сзади еще показать два куска грязи такая погода вот все поехали сегодня хотим доехать до Алзамая ну там где кафе у Петра Баллада там температура минус 20 с чем то с чем непонятно дорога хорошая вроде бы по дереву постучать блядь впереди култук будем снимать култук култук такая штука что можно пугать детей красоты бурятия по мере приближения к Байкалу все как обычно овледенелость накатанный снег так себе дорожка купальный сезон на Байкале продолжается замерзло около берега можно пройти по льду и там дальше в водичке искупаться рекомендую кое и там у нас Байкал все пойдем купаться шучу стоимость дизеля радует глаз все мы поехали на страшный култук что у нас нажимаю на газ нормально все на тормоз они люди есть обоиска срабатывает смаза на трещит то есть что-то наверно там сыпали но не очень встречке там осталось хоть песок на спуске на подъеме чет на нашей полосе пустовато но в целом ничего страшного нету держак приемлемый не голый лед но если резина плохая и сцепка допустим то возможно сюрпризы сейчас поедем верни поедем остановимся жрать бухлер любимая кафешка с точки зрения бухлера самый вкусный суп вот здесь кстати на самом таком сильном перегибе нормально посыпали еще газу прижиму не нормал махав он сразу это жопу выносит на льду больше заднеприводный чем передний то есть момент больше назад идет и когда лед он сразу боком валит что у нас сегодня 16 число 16 декабря 2012 года можете не бояться самый сложный первый подъем в более-менее нормальном состоянии можно ехать смело все жрать и жрать и жрать вкусно жрать тут кстати я как-то по первости взял бухлер и второе второе еле съел можно брать у них пирожок и бухлер и больше вообще ничего не надо и потом жрать не охота еще полдня вот мне как раз карманчик остался это прекрасно не буду протискиваться то дверь не открою но все приятного аппетита нам кстати минус 14 ну можно закрыто может быть от минус 17 наверно что у нас с мочой кстати с мочой у нас вот так сожрало половинку и еще половинку от половинки как это перевести нормально человеческий язык не знаю но проехали до байкала было три четвертых бачка вот столько осталось я уже канистру 10-литровую на всякий случай прикупил но надеюсь какую-то цивильную там пистолет на заправку не соблю где-то я видел на хит заправку вдруг он будет там хотя в канске где-то чтобы не стоять там как-то заливать так чего не поставил глушим прощаемся с махалом и идем жрать запад пустое кафе летом тут не найдешь куда приткнуться надо есть тут бухлер зимой или это тоже для этого тоже вкусно поверил лексу александр шахид плохого не скажешь как и шахид так наверху какая-то коллизии с фур опять каждую зиму одно и то же и что вот мы делаем вот здесь вот почему мы не даем проехать не себе не остальным вообще непонятно сухо нонсенс дятел блин сам не поеду и другим не дам бывают же идиоты зачем ты лез навстречку когда ты поехать не можешь детям устроил на ровном месте это култук это зима это обычное явление там еще один задом пятится что-то мне подсказывает что не на той резине ребята поднимаются потому что прям уж совсем ужаса как бывает прям такого ужаса нету да скользко я прям чувствую да там даже на полном приводе что-то есть но бывает хуже гораздо хуже вы едете на такой подъем и вы к нему не готовы я конечно понимаю волну хейта сразу там со стороны фурчиков там ну это я знаю нормальных ребят которые работают на автовозах на фурах у них резина такая что едет везде никогда не попадает в такую ситуацию и сами же они матерят вот этих вот стоящих которые не могут подняться коллег своих да дальше творится то не очень убрать убрали а посыпать не посыпали каток начало было нормальное дальше не очень что творится у него в голове идет в поворот поворот идет навстречу место не оставляет на автовозе а кто-то идет вниз что вот это за придурок вообще а то есть и тут ска какая-то коллизия то с этим быть сюжить Господи, не щегони Еще что-то все Умывайка заставать начала Ну, подождем Ну и что, опять Кое-как разъехались Полиция что-то проезжала, орала Я даже не понял, что они Проезжай или тормози В общем, как-то В итоге Прорвались Еще одна фура Вообще, жизнь какая-то Вот здесь, кстати, реально скользко Вообще Просто скользко Култук Култукский тракт Он же байкальский серпантин Так вот он зимой Проходится На аварийке С помощью каких-то чертей Так хорошо все начиналось Пусто, почищено Посыпано И опять превратилось Черт знает во что Тут пробежник теперь надолго Ну ладно, поехали дальше Ну все Считай пройден Самый сложный Зимний Участок пути Сейчас Отворачиваем на объездную Иркутска Сейчас Под мостом проедем Направо Крутанемся И поедем налево И дальше Прямая дорога До Этих До Уральских гор Немножко серпантина Совсем лайтового Около Кемерово Есть Но в целом Дальше Прямая дорога Еть и еть Уральские горы Тоже не такие страшные Я уже говорил про них Неоднократно Там Возможен Снегопад Возможно Остановка движения Возможно Пробки Ну уже Глобального Какого-то Глобальной Жести Как мы Застали Допустим С температурой Со снегопадом С гололедом Там уже Такого Не будет Скорее всего Не, ну конечно Какие-то исключения Бывают Из правил Но До Иркутска Это Самый Всегда Сложный Участок Пути Мы его Прошли И вот Мы Выезжаем На Прекрасную Равнинную Местность Единственная Опасность Сибири В том Что Если Дорога Обледенелая То им Совершенно Пофиг Они не знают Что такое песок Они не знают Что такое химикат Можно Там Две Три тысячи Километров Ехать Просто По льду И все Они прочистят Уберут Снег С дороги Ну Обледенелость Она сама Оттает Поясне Как-то так Ну все Не знаю Где там дальше Будут включения Но наверное Еще будут В общем После Уссолья Сибирского Каток Просто Лед И все Скорость 60 На полноприводной Машине Потому что Тормозов Нет Есть Четыре Штуки Коньки На тормоз Нажимаешь И едешь На коньках Как-то так Поедем Время Одиннадцать Опять все Проспали Горе Перегонщики Да Собака Кафе Север Где-то В Иркутской Области Плюс-минус Еще Собака Что я опять Делаю Я опять Его Бужу Ау Блин Вот это Табло Тебе не кажется Что я тебе Каждый день Бужу Кайф Вообще Добрая Банька Баньку Мы вчера Не увидели Не факт Что она Работала Очередное Доброе Или не доброе Утро Ну что Завтракаем Завтракаем И В дорогу Хоть в обед Но в дорогу Ну что Едем Нормально Сегодня Дорога Немного Подмерзшая Но в целом Держак Нормальный С переменным Успехом Температура Кайфовая Там чуть-чуть Меньше Опять же До Минус Пятнадцати Явно Прямо Сказал Сглазил Сглазил Фигня На дороге Минус Сминь Кайфовая Вечерело, подъезжаем к Канску Красивой картинки не получится Потому что все стекло грязное Как-то так Можно еще Такую картинку сделать Шоркоформатную или как это называется Пора, кстати, заняться мочой Четверть бака осталось Мочи за 5000 километров Из-за восходована Пол бака То есть Простейшая математика говорит о том, что Бак на 10 тысяч километров В этой машине Мочи Но мочи хоть специальный Ходить в бак нельзя Когда хочется Канск встречает нас, как всегда, свежим воздухом Шучу Не очень свежим Совсем не свежим Все в дыму, как всегда Это нормально В принципе, даже Отчасти красиво Через 500 метров Поверните направо Все вообще в дыму Просто все Дядя Вова Где газ Дайте людям газ На улице пахнет просто костром Все провонено вообще Люди топятся дровами В 21 веке Красноярский край Город Канск Цена на дизель Все приятнее и приятнее В Красноярске мы поехали Агеннадь по полям аварию Обогнули Попали в пробку Стоим, ждем Какая-то легковуха там раскорячилась Вроде поехали Печалька Все очень печально Они вроде поехали Можно было не объезжать А постоять, короче Таких хитрецов оказалось много Там перекрытие Вон опускают По реверсу видать Ну и у нас тут скоро будет реверс С таким темпом Говорят народ по 3 часа стоял Там на трассе И все сюда ринулись Ну и мы ринулись Кулизия Может там еще одну дорогу проложить Зато дорогу убирать не надо Накатали сразу тут же Мы все вернулись на дорогу Все отлично В Красноярске как-то так Идем по приборам Приборы 9 Приборы 9 Приборы 9 Что 9? А что приборы-то? Так, как в анекдоте Лиды Легион 24 Объездная Красноярская Пришло время Разобраться с мочой Моча Уже куплена Пачок открываем И смотрим Что у нас тут Вот такой вот пачок Куда-то это положиться надо Так Ну что Ага Подошло И я купил Вот такую 10-литровую канистру Нашел еле-еле Чтоб не 20 литров было Буду лить Ну что Машина Скушала Все 10 литров Мочи Сейчас посмотрим Что у нас теперь Показывает компьютер Так Еще наверное не обновился А, обновился Все полное Полная банка мочи Доехали вчера До Бариинска Заночевали В перекрестках Пойл Живомонтаж Кафе Там был кафе Ксюша называется Саша Уже разбудил Как всегда Саша Как вам Будильник Который у вас Каждый день будет Будильник Ты Да Почему Почему сам не встаешь Я сам встал И тебя жду Ага Немножко тренди Ладно Пойдем завтракать Ехать Думаем Может сегодня до Омска Доедем Вперед Мороз Подъезжаем Кемерово Настоящая Русская зима Весьма Тепло Минус 15 Но я Что-то Не люблю Зиму Я хочу В Сочи Нафиг Это надо Ну У каждого Свои вкусы Кому-то Может Нравится Зима Как это В детстве Я любил Лето И море А когда Повзрослел Понял Что лето И море Может быть В любое Время Года Лишь бы Были Деньги В Сибири Нельзя заправлять Дизель На Газпромнефти Зимой Сейчас покажу Как льется топливо Уже Не на первой Заправке Смотрите Уже минут Десять Льется 15 литров Хорошо Спросил Что за фигня С наливом Говорят Очень тонкая Очистка топлива Такая тонкая Что Литр в час А у меня Задавал Не замерзай Вон там Слушай Рюшки Друг друга Не обманывают Тут Минус 30 Не могла Замерзнуть 14 Не могла Замерзнуть Ну ладно Стекло Блин Стоит Не знаю Ну Да вряд ли Специально Чуть задержался Чтоб Показать Машина На перекрестке Впереди Стартанула А махав Настолько умный Что он сказал Типа Хорош Смотреть В телефон Езжай Уже Машина Впереди Поехала Вот так Вот 21 век Ну вот Мы и въезжаем В Кемерово В Кемерово Тоже чистый воздух Не очень Все в тумане В дымке Как в Сибири Жить Непонятно Гонщики местные Просто не видно зданий На таких бы колесиках покататься Новосибирск Новосибирск встречает нас Закатом И ямами На дороге Поверните направо Немного Вчера До Омска Не доехали Заночевали На стоянке Для фур Там кафе Есть Сейчас позавтракаем Санек как всегда спит Приехали пораньше Где-то в час ночи Наверное Уже здесь были Время почти 9 Надо будить И жалко его вроде Но надо будить Что делать Хоть может режим Восстановим От Омска Но будить будет сложно Даже Не светло На улице Не знаю Проснется он вообще Не проснется Но надо ехать Сегодня нужно доехать До Челябинска Да Вот так все это выглядит Но мыть машину Не стоит Тут вся фигня Но Грязь это Как естественная защита Отчасти работает Камешек пролетел Попал В кусок льда Так что положительные моменты В грязи есть Ну и до Москвы Осталось 3 дня Челябинск Я думаю Сегодня осилим А дальше уже От Челябинска 2 дня до Москвы Пока завтракали На улице Все это Погодное дерьмо Усилилось Сегодня надо доехать Как и говорил До Челябинска Вангую кучу Северных оленей На дороге Поэтому ехать Сейчас будет весело Ну ничего Поедем Нам сугробы Не страшны На полном приводе Ой Ихалы Попестовали В общем Как-то так Это все Выглядит Сегодня Я хочу В Сочи Или даже В Могочу После Омска Есть Хороший комплекс Уют парк Здесь можно Поесть Харасиков Два человека Тут все Пожрали Да Я не очень Хороший человек Потому что Я могу Продолжить Две гранты Кто хочет Гранты Красные И белые Просто Минус Час В столовой Так точно Проехали Ишим Повернули На курган Радует Температура Но не радует Вся Каша Грязь Видимо Теперь Так и Поедем Перед курганом Просто Ледовое Царство Видать Шел Дождь Сейчас Чуть Меньше Нуля Все Это Превратилось В каток Просто Жесть Уже Километров Сто Так Едем 60 Километров В час Все По грязи Позабилось Позамерзло Круиз Адаптивный Не работает Полосы Не видят В общем Все Все датчики Сошли С ума Вот Сейчас Машина Проехали Тормоз Нажму Машина Вообще Не останавливается Кидает Как на самках Можно кататься Если Ускоряемся Зайдем Сразу Бок Ушли Стабилизация Вмешивается Немного Вообще Жесть Просто Ужас Ну Как-нибудь Заедем Возможно Сегодня До Челябинска Итак Новый день Время Десять Проехали Ночью Челябинск Ой Трасса Была Переменным Успехом То лед То грязь Ну По машинам Там На заднем плане Видно Как это все было Я встал Уже Помылся Там Есть Душ Это место Первая Такая Более-менее Цивильная Заправка После Челябинска Регион Унна Тут и поесть Можно И помыться Помыться Немножко С дужком Тут всегда Почему-то Вода Пахнет Тухными Яйцами Ну Это сероводород Сероводород Полезен Считайте СПА Естественно СПА Так Саша У нас Как всегда Спит Я уже Кучу дел По делу Спросить У него Что с ним Происходит Вообще Что У него Вообще Что С организмом Почему Он не высыпается Ну У всех Конечно Свой организм Ну Сколько Можно Спать 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 Надо Ехать И так Уже Все Нормативы Привысили Где-то Побухали Где-то В бане Попарились Где-то Еще Когда Приедем А Саша Все Спит Саша Ты Где Там Саша Александр Расскажите Почему Вы Что-то Немного Спите Хэви-метал Пацаны Потому что Мы много Едем Ну Какие Ты много Едем Ты всего Из Владивостока Поехал Ты же Не из Какой-нибудь Африки Едешь Точно Мне кажется Африка Чуть Меньше Ой Заспанный Александр Это Конечно Проблема В пути Так Ну Че Завтрак Идем Завтрак Идем И Едем Погорять Уральские Горы Всем Почему-то Постоянно Вопросы Как проехать Уральские Горы Да Че Их Там Ехать Нечего Ну Снегом Засыпет Ну В пробке Постоите Ничего Страшного Нет Так что Все Идем Жрать Вокруг Иксы Глаза Блестят Как царские Мне нужна Любовь Им нужен Арский Депутат Жильнов Тут Все Понятно Зови Деда Мороза 2012 Для Твоего Носа Белая Девочка Деньги Летят Не на Спину Но Мне Не Нужна Так Я Ищу Низкапучино Низкапучино Ты Ее Видел Я В курсе Она На Моем Радаре Значит На Правеном Кусе Если пости Деньги Заги Деньги С Деньги Ну что, мы доехали до Симы. Ролик будем заканчивать, потому что после Ураньских гор снимать-то и нечего. Спросим у Александра, как он относится к Lexus LX 570, правильно сказал? Да, это лучший автомобиль, который существует. А как к расходу? Расход у него тоже качественный. Ну расскажи немножко про органы управления. Что изучил? Несколько режимов сидения, всякие антизаносы, открывание, подогревы, складные зеркал. Ну это все 3БХ. Музыка кайф. Тут всякие штуки, еще музыки. Для меломанов автомобиль в общем. Комфортно, адаптивный круиз-контроль. Все дела вообще. Нажимаешь кнопочку, радар ready, цепляется за следующую машину по начали. Подвесочка, вот если Дима снимет, сейчас можно поднять, опустить машину. Ну давай. Что, не работает? А что-то опустилось. Нет? Не, не поднимается, не опускается. Замерзла. Замерзла. А где хоть там? А вот клавесину нажимаешь, она опускается. А потом, ну там, комфорт ставишь, спорт ставишь. Ну я в спорте еду и опускаю машину максимально. Ну вот сюда. Лексус дал сбой. А, может быть надо драйв какой-то. А, ну давай посмотрим. Ну все. Может дверь закрыть надо? Да, может дверь закрыть. О, пошла. Дверь закрыли, сразу вниз пошла. Непонятно алгоритм, но вниз пошла. Как она поднимает, опускает? Непонятно. О, пошла вверх, пошла вроде, да. В общем алгоритм непонятен, но вроде что-то сработало там, куда-то пошла. Да, опускается, поднимается, видимо надо проехать вперед-назад или еще что-то. Это люксовая машина, мы к таким особо не привыкли еще, мы просто на альфардах ездим, поэтому. Ну единственное, что в этой машине руль из бардачка. У этой, да. У правильных с правой стороны. Ну да, 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 непонятный руль вообще. А так комфортно, кайф, музыка, шик какой-то там японский. Что там написано? Марк Левинсон. Это вам не в тапке это. Не в тапке ссать, короче. Да, качественный. Долгий, нормально. В общем заканчиваем мы здесь все это, богадельню, серии. Да. Потому что что там, впереди ничего интересного. Самые красивые заканчиваются вот здесь. Дальше, в Самаре, если только зовут Жигулей снимать. Не очень качественный. Не очень качественный. Вот. Будет обзор отдельный по Махаву. Позже, как в Москву доеду. По дороге уральские горы всегда славятся отличными, в кавычках, дальнобойщиками. Не будьте, как они, которые едут на 50-тонных. Им пофиг, они готовы убить кого угодно. Выйти навстречу в закрытом повороте. Ребят, мы знаем, что среди вас есть нормальные ребята. Будьте, как нормальные ребята. Перестаньте творить ерунду. Вот. Так. Ну что. Погнали. Погнали на Самару. Сызринь, Самару. Тольятти. Покажем в Тольятти, как должны выглядеть нормальные автомобили. Да? В Тольятти. В Тольятти. Покажем автомобили. Скажем, ребята, вот автомобиль, вы просто, сука, его скопируйте. Просто сделайте так же. Не нужно. Это 13-го года автомобиль. Можно даже без пневмы. Без пневмы. Просто подвеску от Нивы на него поставьте. Ну сделайте просто такой же автомобиль, да? Ну не сделают же, даже если дать им. Ну потому что кривожопые, криворукие. Я не знаю, как их еще назвали. Очень много просто воровать надо, наверное. Просто выделять. Может и люди нормальные, и не криворукие, и не кривожопые. Просто дают в исходе. Так, 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 ну-ка умные мысли пошли. Какие умные мысли? Просто воруют до хрена у нас. А нормальные люди, блин, получают то, что им дают. И делают из того, что есть. Дорабатывают напильником, блин. Вот так вот. Вот. На этой философской ноте мы заканчиваем эту серию. Желаем вам счастья в новом году. Удачи. До новых встреч. Всем мира и добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова